здравствуйте сегодня я хочу поговорить с вами и рассказать вам о вихревых явлениях в магнетизме поэтому тема сегодняшней лекции она так и называется магнитные вихри и цунами и я расскажу о специфических магнитных вихрях которые имеют свое особенное название и называются скермионы прежде всего нужно сказать что вихревые явления они чрезвычайно распространены в природе я думаю что каждый из нас по крайней мере слышал такие термины как торнадо смерч или цунами торнадо и смерчи это атмосферные вихри которые имеют большой размер диаметр торнадо составляет порядка несколько десятков или сотен метров а подниматься они могут на высоту от сотен метров до нескольких километров цунами это огромная волна которая распространяется в океане и предположительно причины возникновения цунами являются подводные землетрясения которые приводят к образованию такой вот огромный жидкостные воронки которая впоследствии при своем движении становится одиночной волной с большой амплитуды высота цунами может достигать от 20 до 30 метров и огромной разрушительной силой вихревые структуры существуют также и в магнитных материалах но в отличие от вихри воздушных и вихри в воде они у них есть некоторые отличия чем же отличаются магнитные вихревые структуры от привычных нам гидродинамических вихревых структур во-первых своих размером если мы говорим что атмосферные вихри или вихревые образования на воде имеют размеры которые измеряются в километрах и даже в метрах то размеры магнитных вихрей значительно скромнее размер магнитного вихря составляет даже не метры не сантиметры и не миллиметры средний размер магнитного вихря это порядка 100 нанометров то есть это размер который значительно меньше диаметра человеческого волоса другое отличие магнитных вихрей от атмосферных и жидкостных вихрей заключается в том что они могут быть не только динамическими образованиями они могут существовать в статике мы не можем себе представить как можно остановить волну в море как можно остановить разрушительную силу цунами или как можно остановить торнадо или смерч и заглянуть в его структуру такие вихревые образования существуют только в динамике они находятся в постоянном движении магнитные вихри в отличие от атмосферных вихрей могут существовать как в динамике то есть они могут перемещаться под действием магнитного поля например также они могут существовать как статические образования то есть стоять на месте так же как я стою перед вами и иметь некоторую свою структуру более того говоря про магнитные вихри мы можем сказать что это топологически устойчивое образование топология это математический термин и продемонстрировать топологическую устойчивость можно на таком хорошо известном математическом примере про который вы тоже наверняка слышали это лента мебиуса то есть если я возьму какую-нибудь ленту в данном случае это листочек бумаги и начну его сворачивать специфическим образом то есть вот так вот выверну и не просто так а сделаю некоторые выворот и потом соединю в конце я получу вот такую вот структуру которая в математике известно как лента мебиуса и такое интересное явление что чтобы я не делала как бы я не жала не мяло не пыталась изменить эту структуру она сохранит свою форму она будет топологически устойчивым чтобы изменить форму ленты мебиуса топологически устойчивого образования я могу только разрезать ее то есть применить механическое воздействие вот так вот если были ножницы разделить ее на части и изменить ее форму сделать обычную ленточную структуру по-другому сделать это нельзя то же самое с магнитным вихрем мы не можем нам достаточно трудно изменить его форму то есть состояние магнитного вихря является топологически устойчивым естественно возникает вопрос если мы имеем такую интересную фигуру которая имеет маленький размер которая создает магнитное поле причем магнитное поле магнитного вихря она будет неоднородным в отличие от поля постоянного магнита который является ферромагнетиком в котором магнитные моменты ориентированы параллельно друг другу и соответственно поле постоянного магнита это однородное магнитное поле магнитном вихре магнитные моменты разориентированы и магнитное поле создаваемое ими будет неоднородным магнитным полем, где можно использовать и где можно применять такие объекты. И, конечно же, в миниатюрном мире, в мире наноэлектроники, в мире нано- и микротехнологий. Поэтому сейчас на скермионы и ученые, и технологи обращают очень большое внимание. Считается, что перспективно использовать скермионное состояние в качестве физических носителей битой информации в информационных вычислительных системах. То есть, если мы скермионному состоянию сопоставим как бы единичку в качестве битой информации и расположим магнитные скермионы на некоторой магнитной ленте, то, прикладывая внешнее воздействие, магнитное поле, либо электрический ток, мы можем перемещать, двигать скермионы по этой магнитной ленте. И если мы подсоединим на нее устройство считывания, как здесь вот на картинке показано, и устройство записи, то мы сможем считывать информацию со скермионных состояний. Такие технологии сейчас разрабатываются. На основе таких вот носителей информации со скермионными можно создавать различные логические устройства, и примеры логики здесь показаны. Также скермионное состояние рассматривается в качестве перспективных элементов нейроморфного компьютинга, и создания нейронных сетей, в которых участвуют единицы нейроны. Если мы будем работать с магнитными материалами, в которых могут существовать скермионы, то в качестве нейронов могут выступать вот такие вихревые, либо скермионные состояния. Возможно, и другие технологические приложения магнитных вихрей, или вихрей, или скермионов. Об этом я тоже расскажу сегодня, но несколько позже. Соответственно, возникают вопросы. Если у нас есть, если вихревые магнитные состояния интересны, интересны с точки зрения физических свойств, интересны с точки зрения практических приложений, то как их можно создать, и в каких материалах такие состояния существуют, или нам нужно искусственно синтезировать некоторые структуры, чтобы получить такие образования. Возникает следующий вопрос. Как получить скермионы? И здесь я хочу немножко углубиться в историю, и рассказать об истории появления самого термина, об истории открытия скермионных состояний. Как они были открыты? Магнитные вихри или магнитные скермионы? Либо их сначала обнаружили экспериментаторы, либо их существование было предсказано на основе некоторых теоретических расчетов. И тут я должна сказать, что теория шла впереди, что скермионы были открыты, можно сказать, на кончике пера, как показано здесь на картинке. В 1968 году в журнале Zeitung Physik вышла работа немецкого физика Дюринга, который провел математический расчет и показал, что в магнитных материалах возможно существование таких метастабильных состояний, которые будут иметь форму вихря. А распределение на магниченности, изменение компонент магнитного момента, можно описать с помощью уравнений, которые на этом слайде написаны. Такие же расчеты были проделаны нашими соотечественниками, нижегородскими учеными Белявиным и Поляковым. Они работали в это время в университете в Нижнем Новгороде. В 1975 году у них вышла работа, математическая статья, в которой они теоретически показали возможность существования вихревых состояний. Почему я говорю метастабильных? Приставка «мета» в переводе с греческого языка означает «полу», то есть это полустабильные, полуустойчивые состояния, которые могут становиться устойчивыми, если мы приложим некоторое внешнее воздействие. Какое внешнее воздействие или какое взаимодействие нужно добавить в систему, чтобы такие состояния стали устойчивыми? На этот вопрос ответили тоже теоретики. Теоретики Советского Союза Богданов и Яплонский, которые работали в Киеве. В 1987 статью вышла их статья, в которой они показали, что вихревые состояния могут быть устойчивы в кристаллах определенной симметрии. В кристаллах, в симметрии которых отсутствует операция пространственной инверсии. Я буду вам еще рассказывать про симметрию кристаллов, и что это такое, я расскажу позже. Суть такая, что теоретические работы сказали о том, что скермионные состояния могут существовать в магнитных материалах, и даже указали на те условия, при которых они будут возникать. Интересно, что реально скермионные состояния были обнаружены экспериментально, но спустя 10 лет. Вышла работа немецких авторов. Первым автором в этой работе был Мюльбауэр, это сотрудник лаборатории Богданова, но уже в Дрезденском университете, который показал, что если мы возьмем материалы, в данном случае это были кристаллы силицида Маркенса, симметрия которых удовлетворяет необходимым требованиям, то в этих кристаллах при приложении внешнего магнитного поля, но при низких температурах, возможно образование, и не только возможно, наблюдается образование скермионных состояний. Процесс зарождения скермионов я показала на этом слайде. Смотрите, это очень интересный процесс. Мы видим, что в кристаллах формируется доменная структура. Это картинка выше. Про доменные структуры я вам уже рассказывала. Это обычное состояние феромагнетика. Это состояние формируется для того, чтобы был минимум энергии, чтобы не возникали поля рассеяния. И вот мы видим, когда мы прикладываем магнитное поле, то эта доменная структура начинает разрушаться. Причем магнитные поля, которые необходимы для разрушения такой доменной структуры и формирования вихревых состояний, не очень высоки. На слайде второй сверху мы видим значение магнитного поля. Это значение магнитного поля 500 эрстет. Вполне себе умеренное поле, меньше поля лабораторного магнита. Мы видим, что домены начинают рваться и закручиваются в такие вихри. Когда поле достигает значения 800 эрстет, у нас образуется целая скермионная решетка. Мы видим, что доменная структура переходит, преобразуется в структуру магнитных вихрей или скермионов. Формируется так называемая скермионная решетка. Ее так сейчас и называют. Итак, мы видим, что существуют материалы, в которых возможно образование вихревых структур. С 2009 года прошло уже много времени и уже было показано, что такие структуры можно реализовывать не только при низких температурах, не только в кристаллах силицида марганца, но и во многих других пленках и материалах, удовлетворяющих симметрийным требованиям. И такие состояния могут быть также созданы уже и при комнатных температурах. Какие условия нужны для реализации скермионов? Как говорят физики, можно увидеть на фазовых диаграммах. Пример такой фазовой диаграммы показан на этом слайде. Эта фазовая диаграмма построена в координатах магнитное поле и температура. И на ней обозначены те магнитные состояния, которые образуются в таких кристаллах при определенных значениях температуры и магнитного поля. Если мы посмотрим на эту картинку, мы видим, что в кристалле, который здесь исследуется, возможно существование по крайней мере трех магнитных состояний. Это однородное фиримагнитное состояние, которое показано выше. Это состояние спирального типа, про магнитные спирали я рассказывала и показывала их конфигурации и распределение магнитных моментов спирали. И мы видим такую маленькую область, которая на этой диаграмме изображена сбоку. Обозначена она буковками S, K и X и напоминает она форму кармана. Вот это та область температур и значений магнитного поля, при которых в данном материале реализуется скермионное состояние. Эта область так и получила свое название скермионный карман. И если вы возьмете материалы, в которых могут быть реализованы скермионные состояния, их достаточно много, и их объединяет в целую группу, которая называется B20. Это кристаллы, в которых отсутствует элемент пространственной инверсии и возможно возникновение скермионов. То на фазовых диаграммах таких материалов вы увидите обязательно область, которая будет соответствовать скермионному карману. Карману, из которых вы при определенных условиях можете извлекать такие необычные и интересные частицы, которые называются скермионами. Есть еще много способов, как можно получить такие вихревые состояния. Мне кажется, один из интересных проиллюстрирован вот на этой картинке. Этот способ был предложен в 2015 году, была опубликована статья, и статья эта в переводе с английского называлась «Выдувание скермионов». Подобно стеклодуву, физики-экспериментаторы смогли выдуть скермионное состояние с помощью такой вот, но не стеклодувной трубки, а, как говорят физики, наноконтакта. Картинка, иллюстрирующая этот эксперимент, изображена на слайде. Вы видите две области. Широкие области, в которых находится феромагнитный образец, которые соединены узким перешейком. Этот узкий перешейк и представляет собой наноконтакт. Вы прикладываете магнитное поле или спин-поляризованный ток к первой части этого образования, и те доменные структуры, которые изображены здесь длинными линиями, начинают перетекать в соседнюю область. И когда они проходят по этому тоненькому перешейку, они разрываются на части и представляют собой такие вот маленькие лепешечки, которые находятся в правой части этого устройства, которые оказываются наполненными маленькими вихрями, которые обладают своими собственными необычными свойствами. Еще я хотела немножко рассказать про происхождение названия скермионов, почему они так называются. Название скермионы связано с именем английского физика, которого звали Тони Гильберт Ройл Скирм, и который занимался теоретическими исследованиями, но не магнитных материалов, а он изучал элементарные частицы. Он записывал уравнения теории поля. И выписывая и решая эти уравнения, он обнаружил, что в нелинейных уравнениях поля допускаются новые решения. Эти новые решения должны описывать новые физические состояния. То есть Тони Скирм открыл новые элементарные частицы, которые в физике элементарных частиц носят название безмассовые пионы. При решении уравнений теории магнетизма получаются такие же решения такого типа. О них я говорила в самом начале, когда рассказывала про работы Дюринга, Беляевина, Полякова, Богданова и Блонского. И по аналогии, поскольку уравнения аналогичны, решения этих уравнений очень похожи на решения уравнений Скирма. Такие магнитные образования получили свое название. Они сейчас до сих пор называются магнитными Скирмионами. Давайте мы немножко поговорим и остановимся на физических свойствах магнитных Скирмионов. Чем они интересны? Что у них такого необычного или обычного, чем можно пользоваться при проектировании различных технологических структур? Необычное свойство – это топологический заряд. О нем я расскажу немножко позже. Свойство, полезное на практике, это наличие, как мы говорим, нескольких параметров порядка. То есть параметры, которые характеризуют именно это состояние и которые можно использовать при создании технологий. Если мы говорим про обычный постоянный магнит, то основным его параметром является намагниченность. Намагниченность, которая может быть расположена определенным образом, либо ориентирована вверх, либо ориентирована вниз. Когда мы имеем дело с Скирмионом, то поскольку он имеет такую вот необычную, сложную структуру, мы должны вести речь о нескольких параметрах порядка. Здесь они перечислены. Самый очевидный, первый параметр порядка это так называемая характеристика вихря или Скирмиона, это полярность, то есть ориентация магнитного момента в центре Скирмиона. Считается, что Скирмион имеет полярность равно единице, когда намагниченность в центре Скирмиона ориентирована вверх. Если магнитный момент в центре переворачивается вниз, мы имеем полярность, равную минус единице. Другая важная характеристика это так называемая киральность. Поскольку в Скирмионе мы имеем магнитные моменты, которые неоднородно расположены в его структуре, то магнитные моменты, расположенные с краю, они как бы закручиваются вокруг основного магнитного момента. Если закрутка идет по направлению часовой стрелки, мы имеем положительную киральность. Если же у нас идет закрутка магнитных моментов в противоположном направлении, то мы имеем отрицательную киральность. На этом слайде этот параметр порядка, киральность, обозначен буквой С и показана иллюстрация случаев положительной и отрицательной киральностью. У магнитных вихрей или у Скирмионов есть еще очень интересная характеристика, которая называется завихренностью. Мы видим на верхней картинке, что распределение магнитных моментов может идти по-разному. То есть они могут распределяться как бы радиально. Разворот может быть идти вот так вот по радиусу, а может идти по азимуту, то есть в плоскости будет идти разворот. И вот как проходит характер разворота, характеризует вот эта такая характеристика завихренность. Что такое топологический заряд? Топологический заряд у Скирмиона здесь он написан, обозначен буквой Н и написана формула, с помощью которой можно рассчитать топологический заряд. Само по себе слово топология говорит нам о том, что это не электрический заряд, к которому мы привыкли. Это то свойство, которое связано как бы с самой формой магнитного вихря. И чтобы объяснить визуально, что такое топологический заряд, физики и математики используют проекции. Это так называемые стереографические проекции. Иллюстрация того, как это делается, изображена на этом слайде. Сейчас я показываю рукой эту область. Скирмионное состояние или вихревое состояние, как мы видим, это состояние на плоскости. Чтобы спроецировать его на сферу, нам нужно как бы немножечко подтянуть концы. То есть вот это у нас плоскость, здесь у нас есть вихрь, центр мы оставляем на месте, а концы скирмиона мы поднимаем и натягиваем, и натягиваем его на некоторую сферу. Что в результате получается, здесь вот на картинке показано. Для удобства визуализации стрелочки, которые характеризуют магнитные моменты в скирмионе, раскрашены в разные цвета. То есть с краю мы видим красные стрелочки, векторы ориентированы вертикально вверх. В центре у нас стрелочки, соответствующие магнитным моментам, которые направлены в противоположную сторону. Когда мы делаем натяжение вот этого скирмионного состояния на сферу, то стрелки в центре, они остаются внизу этой сферы. А краевые магнитные моменты, они как бы натягиваются на макушку сферы. Получается, что при такой вот топологии, при такой вот внутренней структуре скирмиона, мы заполняем целиком эту сферу магнитными моментами. Получаем такого вот типа магнитный ёжик. В этом случае мы имеем топологический заряд такого вихревого состояния равный единице. Если же у нас конфигурация магнитного вихря несколько другая, вот здесь показана иллюстрация, скирмиона и магнитного вихря, обычного в терминологии магнитологов. То есть в магнитном вихре у нас краевые состояния будут направлены... То есть в скирмионе, в центре и на краях магнитные моменты оказываются ориентированы противоположным образом. А в обычном вихре с краю магнитные моменты ориентированы под углом 90 градусов. И, соответственно, если мы будем выполнять опять-таки натяжение такого вихря на сферу, мы получим наполовину заполненную сферу. И, соответственно, такой вот магнитный вихрь будет иметь топологический заряд, равный 1,2. А скирмион будет иметь топологический заряд, равный 1. И завихренность мы тоже можем проиллюстрировать с такой же манипуляцией, топологической проекцией плоского состояния на трехмерную сферу. Если мы имеем скирмион с конфигурацией, которая изображена с одной стороны слово «завихренность», это так называемый неэлевский скирмион, мы получим вот обыкновенный шарик, обыкновенный ежик. Если же мы будем натягивать скирмион, который имеет несколько другую завихренность, то мы получим так называемый причесанный ежик. Что можно сделать с таким топологическим зарядом? То есть вот такая математическая и физическая характеристика. На самом деле он играет роль практически электрического заряда. И его можно использовать при проектировании датчиков, магнитных датчиков скирмионов. Мы хорошо знаем, что существуют такие вот датчики магнитного поля, которые связаны с эффектом Холла, который известен нам еще с 19 и 20 века. То есть если мы через проводник пропускаем электрический ток и помещаем проводник во внешнее магнитное поле, то действие магнитного поля приведет к тому, что электроны будут отклоняться от своего прямолинейного движения и скатываться на край. Измеряя напряжение в этом датчике, мы можем определить величину магнитного поля. Это датчики Холла, и в их основе лежит так называемый эффект Холла. Если мы говорим про топологический заряд скирмионов, то именно с присутствием топологического заряда связано отклонение движения движения скермиона при приложении допустим электрического тока от прямой линии. То есть существует так называемый скермионный эффект Холла, который позволяет определить положение магнитных скермионов. То есть скермионный эффект Холла связан с динамикой скермионных состояний, то есть, как говорят, с прямолинейным движением скермиона, которое можно осуществить, если мы прикладываем магнитное поле, электрический ток, либо разность потенциалов. Я хотела несколько слов рассказать еще про одно интересное свойство, связанное с динамикой скермионов, с движением, но уже не скермиона, как целого, а как говорят внутренние структуры или текстуры скермиона. Если мы говорим про вихревое образование, то вихревое образование, как мы уже сказали, имеет свою полярность, то есть в центре скермиона находятся плотные магнитные состояния. Это центр скермиона называется его ядром. И вот это ядро скермиона, если мы прикладываем некоторое возмущение, внешнее воздействие, оно может двигаться. И на этом слайде показано, что если мы имеем некоторое изолированное скермионное состояние, то ядро скермиона будет осуществлять так называемое движение, движение по кругу. Его называют геротропное движение, оно имеет свою определенную частоту. Поскольку скермион еще состоит из множества других магнитных моментов, которые, если мы прикладываем внешнее воздействие, тоже как-то колеблется с определенной частотой, то они тоже находятся в некотором движении. И движение, частота, колебаний, осцилляции центра скермиона или составляющих скермион магнитных моментов, их можно регистрировать и можно витоизменять. И вот на этом принципе основана работа так называемых наноосцилляторов, которые имеют небольшой размер, что связано с небольшими размерами магнитных вихрей, и колебания которых имеют определенную частоту, которую можно использовать в технологических устройствах. Достоинством вихревых или скермионных наноосцилляторов является то, что они характеризуются широким диапазоном частот, которые могут быть реализованы в этих наноосцилляторах. Ну и конечно огромным достоинством являются их размеры. Здесь приведены примеры, как можно создавать чипы устройства блютуза на традиционных схемах. И соответственно рядом пример тех чипов, которые могут быть созданы или уже создаются на основе магнитных вихревых и скермионных состояний. Как мы видим, мы получаем огромный выигрыш в размерах, который составляет порядка 70%. Но я думаю, что на сегодня скорее всего все. Я рассказала вам про вихри, вихри в магнитных материалах, немного остановилась на их свойствах, на истории о том, как исследовались, как изучались магнитные вихри и рассказала о том, в каких системах, в каких технологиях такие состояния могут быть использованы. До свидания. о том, о том, о том, что они